доброго времени суток кто зашел в гости приехала в горы на отдых поднялась на высоту 1700 где-то тут такой есть маленький городок деревенька снег метет я немножко засняла чуть-чуть спряталась под навес потому что моросит снег мокрый ресторанчики магазинчики я хотела поездить в ресторанчики пандюм горячий сыр но не делают для одного человека так как больше большая часть туристов все-таки они семейные приезжают и тут я одна путешествую я взяла пять дней в гренобле и сегодня подъехала на одну площадь где я видела вчера автобус который идет горы я только подхожу стоит автобус он уже уезжал я спросила сколько времени примерно ехать я даже не знала куда я еду я бы там снег есть люди с лыжами с багажом я говорю снег есть и он говорит да я говорю сколько ехать ну часа два час два я прыгнула в этот автобус и поехала прикол автобус стоит всего два евро то есть в принципе работает билет на обыкновенный автобус по греноблю и за два евро через час я уже в снегу вся в снегу как снегурочка хотелось бы пройтись по снегу но моросит мокрый снег если выйду ся намокну жду может быть немножко остановится снег чтоб так прогуляться чуть-чуть через час будет автобус обратно идти здесь маленькая станция не ничего особо такого нету только покататься на лыжах то приезжает есть несколько подъемников кабинки есть такие можно сесть такие раз в общем разные подъемники есть большая высота 1700 где-то здесь для любителей лыж как снег немного меньше моросит я выхожу на воздух из укрытия стоит какой-то автобус но мой сказал авто шоферша будет 14 15 идти а потом только в пять часов ну до пяти здесь вообще нечего делать но он сказал что два автобуса может быть они так чередуются через час идут я не знаю солнышко выглянуло снег меньше стал идти тут ресторанчики магазинчики сувениры маленькая очень станция принципе тут прошелся по магазинам 15 минут и можно обратно ехать уже я думала перекусить в ресторане не знаю куда идет этот автобус но это вроде бы как не мой но шофер точно не тот который ехал куда-то он идет не знаю куда на автобусе было написано голенобыль а тут думаю они через час ходят вот так погода немножко распогодила солнышко вылезло приехала взяла с собой рукоятку чтобы снимать ну такую примитивную самую простую у меня была когда-то я покупала давно еще и она у меня здесь сломалась я вышла из автобуса стала поставить телефон на него и она сломалась но она работает можно с нее снимать но сам вот этот фиксатор сломался на две части но можно там прикрутить чтобы она держалась но в принципе когда вставляешь шнур кабель телефон все равно она работает единственное так держать когда на снег паха упал телефон до ничего если на асфальте где-то снимать и упадет есть не очень хорошо ну в общем вот такая вот ляпота у нас тут есть еще фотографии может поделать себе на память